Депутат Курихин, Сергей Георгиевич, пожалуйста. В 2005 году, когда застройщики объединились в профессиональные сообщества, пришли к Юрию Николаевичу Коксененко в мэрию, в сотой комнате была эта встреча, и сказали, мы не хотим больше платить взяток, мы хотим, чтобы было прозрачное выделение земли, давайте играть по закону, по принятым правилам. Нас тогда обвинили в том, что мы оказываем давление на власть, и, можно даже сказать, попали под некоторые гонения. Потом было повторно, когда загоняли всех саратовских в СРО, когда мы сказали, что мы не хотим в этом участвовать, мы видим, что тут коррупционные составляющие, и в СРО не вступил ни один саратовский застройщик. Они ушли все в московское СРО, здесь назначили чиновники своих протежистов, обворовали, деньги украли, и страховые деньги украли. Что касается теперь муниципалитета, он был ограблен дважды. Первый раз он, когда был ограблен, кстати, еще отмечу, оказался активненько чуть ли не святой человек, при нем Дейфлинг был, при нем другие были расценки, было легче работать, и это отражается также на покупателях. То есть он был, да, он был вообще, ну то есть чаевым, можно сказать, по сравнению с тем, что потом вот каждый раз идет, и до сих пор так и не проводится аукционов, меняются схемы, меняются руководители города. Крайние, конечно, остаются почему-то всегда застройщики. Так вот, сначала муниципалитет грабит, вот, забирая у него землю и предоставляя ее по каким-то черным сметам, по коррупционным, деньги, как правило, оседают у тех людей, у приближенных к городской администрации, это или депутаты в городе, они многие сейчас и занимают ключевые посты, и в партии посты занимают это, и руководство. Вот, нет никаких непосадок. Потом получается так, что появились обманутые дольщики, они еще и появились по той причине, что настолько алчными стали чиновники, по сравнению с Юрием Николаевичем, вот, что многие даже не потянули такие расходы. И они еще возникали в процессе, давай вот тут, 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 вот, это все известно, я думаю, вот Песной, он говорит, я участник тех процессов, он участник многих процессов, он, по крайней мере, как Иосиф Флавий может описать всю судьбу вот этой нашей действительности, от анедаловских коммунистов до программистов будущих. Так вот, и сейчас получается, что компенсировать дольщиков должны эти проблемы за счет разных статей бюджета, а компенсируются за счет опять муниципальной земли, то есть потерпевшей опять наш муниципалитет. То есть тот бюджет, который и так дефицитный, по большому счету город Саратов, я как депутат от города Саратов, за него больше всего и переживаю, вот, он платит налоги, они поступают сюда, 60 на 40 распределяются между всеми населенными пунктами, в зависимости от кому как надо, нам достается меньше всех, а теперь у нас еще и землю забирают, вот, поэтому я считаю, что прозрачность прежде всего. И здесь безмолвие прокуратуры. И что самое главное, все те бандиты от власти, которые учат, участвовали в этих во всех схемах, они известны. И многие поддруживают даже. И еще хочу сказать, что не только без чиновников, но и без надзорного ведомства эта схема бы не работала, никогда бы. Поэтому... Спасибо.